привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это гера это ведьмак 3 дикая охота дополнение кровь и вино и мы с вами где сейчас вам скажу потому что сама не помню это у нас поместье поместье которому недавно помогали в винных войнах и мы спасли порядке одну травницу и вот она вот она эта травница которую мы спасли наконец-то я ее нашла гераль ты сумел примирить каранат и верминтина да 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 они их не могу господин ли он велел сделать тебе огромную скидку ладно скидка это хорошо покажи товар покажи что у тебя есть так ну что ж скидка скидками у нее есть то что нам в принципе не особо нужно но нужно нам травка зубровка между прочим на секундочку природе она не попадается попадается только у торговцев так же как и аренария наверно поскольку она тоже хотя нет 43 хватит не аренарии баллиса можно было бы докупить так а вот по поводу насколько скидка сейчас посмотрим вот я и могу продать например чего у нас много и чего с налетского спирта почем берем по моему не особо не знаю насколько скидок ну вот как стоил грибочек одну монетку так он и стоит ну ладно до свидания до встречи спасибо до встречи я такая довольная травница так и еще латва смотрите наша плотва что делает она ведь умная лошадь она не пошла какую-нибудь травку из она жрет виноград причем жрет его прямо из ящиков плотва плотва кушай кушай лошадь уши не стесняйся тут за все . уже отработала так и у нас еще был кузнец на кузнец по-моему был не в этом месте если я правильно помню кузнец был не здесь здесь равница кузнец был у нас то ли в рабелла то ли вообще по большому счету должен был здесь быть мы его освободили и он пошел себе и пошел себе и пошел может быть он тоже где-то здесь просто мы его пока что не открыли давайте посмотрим мне не очень хочется потому что мы уже какую серию подряд просто бегаем и занимаемся всякими такими вот делами но на самом деле мы делаем квест на доспех мантикора продолжаем его делать ну тут что у нас писарь тут у нас есть и сырье тебя а ты хоть своими и дым отечества нам сладок можно и так перевести боль своими ли это именно из той серии нету здесь кузнеца так и мы направляемся с вами в места с мантикор их и это нам все равно через мостик у нас еще какой-то продавец куча вопросительных знаков друзья кто помнит освобожденного кузнеца и куда он нам сказал идти напишите а то я что-то потеряла более того я уже эту серию не помню где у нас там были эти задания эти спасения но я знаю что вы скорее всего все помните все знаете может быть и мне подскажется спасибо вам за ранее так мост геральт зови плату объявшаяся винограда оплату это же человек кто же хочется вкусненького это меня странно дорога приключений и нет навигатору на самом деле лучше не верить потому что он правда очень странно специально не стала друзья за кадр медицировать с герой потому что здесь на самом деле очень красивые загадками рассветы так себе а вот заката очень красивые а такие хотелось чтобы вы посмотрели собой посмотреть а переключиться на утро мы с вами всегда успеем итак два чертежа мантикора у нас уже найдено у нас тоже что-то по следам идем так здесь мы тоже были мы здесь задание выполняли только не связано с чертежами было связано другими заданиями с винными войнами это за гряды стен шевелись плотва тихо гера не кричит и меня пугаешь странно ну тут все связано с пророком лебедой так ну и чё к нам не заняться этим ночью да 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 и запутаться так ну что ж смотри геральт статуя не закончена а тут мы эти статуи видели где-то я уже видела бездельников этих самых рабочих которые не делали статуи а сидели и винишко попивали статуи пророга лебеды а то не закончена она никогда не закончится найдите 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 давай-ка смотреть правде в глаза мы понятия не имеем где могут быть эти чертежи и где вообще надо смотреть поэтому давай-ка сядем под столбиком с незаконченным статуей и все-таки до утра замедитируем что поменялось пошли вниз здесь явно под холмом какой-нибудь должен быть вот об этом святилище и писал мертен надо глядеться вдруг найду что-нибудь интересное так тут вообще работа кипит можно сказать дети вы страшны иногда бывает своих откровениях так шаворонки поют а мы заглянем саркофаги где нам что тут искать явно здесь давай руши к руши ломай статуя наверху главное чтоб не рухнула арт это не по-человечески призрак в таком месте заставай похоже здесь гуляем дух не может обрести призрак великого нищего окей призрак великого нищего ну не может он обрести покой а нам то что делать ладно мрачная дебри кает мыр к вида будем с вами читать мрачные дебри но в северо-западной части княжества туссент за рекой блессур расположена пещера кает мыр квит вотчина друидов которые на основании договора с ладыками княжества обладает полной автономии пуща является одним из главных месторождений боклерского дуба важные составляющие в бочарном промысле региона силу соглашение гильдии бочаров сла с ламинкой предводительницы круга друидов вырубка дуба в настоящее время строго ограничено для соблюдения природного равновесия в регионе в 1267 году когда ламинка предоставила убежище друидам искает дху что в анг-рене на территории святилища произошли столкновения бандиты в которые хотели укрыться от справедливого суда вруще показательно сожгли в знаменитых ивовых куклах что это за ивовые куклы в которых сжигают людей страшно подумать после этого инцидента границы кает мырквида охраняет мощные магические барьеры я никому не советую заходить в эти места без приглашения ламиники путеводитель по тусенту автора авторство петрина фалисанда понятного кости великого нищего призрак не упокоится пока я не похороняю его останки первой комнате были какие-то саркофаги может воспользоваться одним гера свежая идея ну прямо такая же свежая как эти саркофаги обязательно воспользуемся более того и так понимаю что это еще какое-то задание мы подцепили мартина мы сейчас найдем давай-ка сразу посмотрим это дополнительная еда где там были эти кости кости нищего пошли хоронить саркофаг тем более он сейчас точно пустой потому что мы его опустошили до из крышка открыта здесь плохо вот здесь закрыта но нельзя у майн гол готова теперь его душа должна обрести мир то что ладно ладно раз это было так быстренько то давайте дальше за сокровищами и антикору и так ищем дальше следы пребывания мартина что-то у нас там красненькая гера под ногами заблестела но это был явно какой-то бага дальше тоненько не ковыряли мы ракушек рецепт а что за записка это просто записка да есть вот такие вещи которые просто записка без всяких записей их потом превращаешь пергамент когда разбираешь у казнеца пора брать шкатулочку и так дневник великого нищего и чертежи манси коры сапоги манси коры штаны и дневник того самого нищего которого мы только что похоронили давайте нам его сюда и так нападение учащается воспротивившиеся моему пребыванию здесь воспротивившиеся моему пребыванию здесь жители ближайшей деревни становятся все более агрессивными и мне нравится что я проповедую истину противную их прежним башкам не в силах они понять что только в лебеде найдут они свое спасение они грозят мне смертью но если и должно мне умереть во имя лебеды и если такое предназначение выбрал для меня пророк то тем более буду я счастлив сумев его исполнить я только что простился с замечательным гостям настоящим неофитом необычайно жаждущим веры и истины звался он мартин был никогда ведьмаком но бросил это нечестивое ремесло дабы вступить на путь истины мы много беседовали предавались бдением и молитве он оставил здесь во славу пророка многое из своего добра которая привязывала его к прошлой жизни он продвинулся далеко вперед ах если бы все последователи лебеды были столь усердны этот мир стал бы лучше марсин также открыл мне горькую правду а без честных поступках ой он совершил и потому посчитал я что если его очищению суждено притвориться жизнь он должен добраться до скрытой часовни дойти до столь потаенного места выдолбленного скале и населенного опасными существами само по себе вызов и испытания кому ли беда позволит войти в пределы часовни тому отпустил он и грехи и преступления и мартин пошел на хранит его святой лебеда судьба моя предрешена я умру за веру умру за истину умру за лебеду в эту ночь на святилище напали люди из деревни банда пьяных головорезов с криком на устах угрожали они что раз уж зовут меня великим нищим должен я нищенствовать и просить у лебеды милость они ограбили святилище вынесли ценности оставив по счастью книги которые посчитали ничего не стоящими а самого меня замуровали за стеной если лебеда не пошлет мне помощи то здесь окончу я свою жизнь во славу его никто ничего не послал и пусть его мы здесь нашли вот теперь по крайней мере понятно почему была замурована эта стена я краем ухо увидела там какую-то книжечку вроде как которая тоже с заданием так это у нас карта с картами мы разобрались дневники мы прочитали мы также прочитали книжки которые находили нет книжек для чтения новых у нас нет так ну чтож отправляемся в пещеру стайной часовни нам осталось найти два чертежа здесь мы все сделали из конечно есть задание по восстановлению статуи лебеды и молитесь сначала угробили теперь молитесь ладно молятся они явно нищему а лебеде заброшена храма такой шина заброшен тяжко на службе с пустым брюхом так плотва ой нет или плотвала это черную лошадины пророк лебеда клянусь жить по твоим заветам и не уклоняться с прямого пути что ты нам указал и никогда не уклоняться с прямого пути что ты нас так как хочется год все пошли отсюда герой это странный народ как-то у меня побелела мини-карта там наверху очень странно так итак где же это самая тайная пещера а тут у нас вообще все такое покрыто туманчиком почему честно говоря непонятно пещерка то вот она но придется добираться плотва до какого-нибудь ближайшего столбика плотва иди сюда пока что у нас здесь написано а то я не закончена ну правильно правильно это они тут строят эту статую пророка лебеду уж не знаю сколько лет уже прямо в числении город у них вырос возьмем когда им друзья или задание ну как я говорю хочется все-таки закончить что-то одно и начинать с другое иначе эти скакания до добра не доведут так вот вещи мы с тобой да нет плотвич и зря я тебя вызвала вот он уже и столбик я думала столбик далеко сохранять спокойствие теперь помедленно обязательно пошли плотва ты пойдешь со мной в портал нами нелюбимый так дворцовые сады спустимся ли мы отсюда давайте попробуем вино это солнечный свет заключенный ну ладно вот по воде мы и побежим здесь помнится мы вылавливали какие-то рыбки там еще что-то там соревнования были когда зайцев то искали печально окончившиеся олени шоу под воду и вынырнул морской олень так вера давай-ка мы тут поплаваем тут есть еще рыба они тут ловили рыбу помнится прошлый раз да все есть заодно помылись опять купаться речь шла об опасных чудищах между прочим геральт прямо как описывал великий нищий часовенка куда заходил мертен должна быть в той пещере возможно должна быть часовенка в пещере тут грибы не собираем гера 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 то есть твою мать тут какой-то глаз сейчас рванет чем он не двигался я марила какое-то ну у нас не уходит здоровье голые женщины в пещере что-то здесь не так это тебе мерещится виноградные грозди это какие-нибудь наверное эти соблазнения чем совсем голая какой ужас это брукса была это было брукса геральт стой подожди черная кровь черная кровь черная кровь быстрая сортировка и черная кровь вот так вот смотрелся на голых женщин так или не брукса ну в общем кто-то из вампиров брукса да вот давай давай кусай кусай зараза ну цапнула давай куси куси меня куси где наши игни а гори воду как тебе девица хорошо да выпили уже гера или она перестала действовать даже подожди герам и так не выпили черную кровь и выживут или черную кровь и подожди алё вот она ешь то есть она закончилась она быстро заканчивается даже если брукс и галлюцинация дрались они как настоящие не герои одни думаю что это галлюцинация хотя смотри от них ничего не осталось может быть и галлюцинация так а тут у нас есть проходец куда-то и тут у нас что то есть так хорошо пойдем куда-нибудь туда или туда давай здесь еще обижим осмотрим травка куда идти то смотри сколько всяких разных этих ходов выхода так отсюда мы пришли да все медь мы собрали или что там у нас было нет золото так мы пошли давай сюда пойдем вот там нищие сидят но это наверняка тоже какая мы загуляться на таком месте должно быть это какое-то испытание так вон золото лежит не бери его гера помогите несчастному у кому даешь не отводите взгляда помогите помогите убогому сударь интересно если бы мой денежку взяли явились бы монстры этот последний интересно что теперь теперь пошли деньги брать так ну что что теперь что теперь но подожди ладно давай пройдем от этот а потом видно будет может быть мы еще и вернемся я не думаю что там какие-то безумные богатства так что за свиньи все смотри-ка . передвинулась пошли брать о а денег тоже нету иллюзия мир мистика но мы не взяли хорошо мы не взяли деньги вы честны как слеза . самолки и это я а напитки какая разница иллюзия не иллюзия так и мир у нас покусали довят какие марта же ничего не станет так ну что ж человек исчез на которого нападали золотые слитки остались хорошо что-то мы тут еще не сделали просто отсюда надо уйти а смотри-ка смотри-ка ну-ка ну-ка арт вот видали мы обязательно туда залезем но сначала это надо пойти в другую сторону вы думаете или здесь нету другой стороны оттуда мы пришли направляемся не стоп подождите думал пришли господи это что-то это еще какие-то кабаны хрюкут да мы пришли здесь мы сразили этих кикимур и так вижу сидит там кто-то этот человек очень похож на лебедон возможно это он и есть подожди вот жару да но почему же там у нас что всего лишь роголесник больше ничего нету ну тут особо даже нырять нету дагера нет некуда тут нырять тут мелко так ну чтож раз нам почудился лебеда пошли и проверим эту версию здрасте больше может это какая-то реликвия возможно это мощь и святого лебеды и так меч школа манси корр и записочка которую мы с вами непременно почитаем получилось я добрался до пещеры испытания вошел в чертоге скрытой часовне никогда не забуду того что я здесь пережил на меня напали огромные пышущие 1 огнем драконы могучие чудовище выглядеть в шеи словно помесь утопцев с эндриагами на люди с лицами диких зверей но лебеда покровительствовал мне и позволил пережить столь тяжкое путешествие наконец здесь вскрытой часовне где я погрузился в бдение он посланное видение озера полного чистой прозрачной воды которая окружала меня и проникла в мою душу очищая меня от подлости и скверны когда я очнулся то исполнился уверенности что место которому лебеда назначил быть последним пристанищем в моем паломничестве должно быть и есть озеро очищения водой которого лебеда истерял тела и души своих последователей согласно советам великого нищего я надеюсь что с ним все хорошо и что люди из деревни поняли он лишь говорит истину и не хочет их обижать ну да поняли они который принимал меня еще недавно светилище лебеды и оставлю здесь очередные вещи которые связывают меня с прежней жизнью хоть это нелегко ибо некогда возможность раздобыть эти чертежи стоило мне множество времени энергии и сил я знаю что поступаю благочестиво да примет ли беда искренний дар моего сердца я продвигаюсь далее в страну озеро очищения путь мой хоть он и труден и требует большего самопожертвования становится все более прямым и явным и в душе ощущаю я легкость я исполнился еще больше уверенности в том что все делаю верно да благословен будет ли беда чтобы полностью искупить грехи мертон удалился на озеро оттуда сходить осмотреться до геральт она совершенно не беспокоит может это какая-то реликвия ну да реликвии что с ней делать не надо подпихать столько в карманы никакие реликвии давайте возьмем серебро мы соберем грибочки и как нам отсюда выйти если можно выбрать геральт но тем не менее смотрите геральт тоже видел пророка лебеду наверное это он был значит еще не все потеряны и геральта да 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 курсор у нас сошел с ума естественно что здесь мы перепрыгнуть не можем придется бежать упорно указывает сюда как я шли могу или могу у нас или иллюзию разбить или ардом ведем себя как варвара потолок рухнул внутри нет придется эти все так насквозь так все больше нету смотри-ка никаких костров никаких этих иллюзий никаких брукс а главное что нету этого фиолетового дыма я ух и так где было то самое озеро которое нам нужно да что уж нас так вот его чтобы посидеть землюсь в одном месте нет его носила туда-сюда туда-сюда нам придется опять бежать в дворцовые сады и оттуда уже как-то перемещаться так платвище я тебя звать не буду ты тут ноги поломаешь надеюсь как-нибудь мы сами доберемся если у нас не съедят злые злые зверьки там тупо слышно пристали влюблен давненько мы гера с тобой не встречались ни с какими барышнями мой когда мне к я даже уже не помню когда ладно никогда когда-нибудь мы непременно оттянемся позовем к нам в гости и трис и енифер так даже наверное не надо меточку ставить сюда просто-напросто переместиться а теряет у нас плотва вечерит кстати что вот здесь вот ну-ка ну-ка вот это вот что это давайте-ка заедем посмотрим никаких вопросительных знаков там нету похоже на что-то заброшенное вот тут тоже какие-то эльфские развалины у по пусты что ты ко мне привязался зачем ты меня так это еще одно задание я так понимаю ну расскажи что тебя мучает спрошу как есть ты человек прости я не доверяю собственным чувствам ну еще бы ты живешь на эльских развалинах да нет я ведьмак давайте правду говорить не совсем я ведьмак некоторые по этой причине отказывают мне в принадлежности к роду человеческому кое-кого знаю лично ведьмак она нет ты тоже не поможешь посмотрим в чем рассказываю в чем беда меня терзает какой-то демон или призрак не дает мне спать он чего-то от меня хочет точно знаю только не пойму чего каждый день появляется а потом исчезает он и сейчас здесь за деревьями о господи ничего не вижу понятное дело его нельзя увидеть но ты-то видишь только когда выпьет тварь после него у меня болит голова мутит но я терплю не хочу глаз с него спускать ты помылась что ли как он выглядит этот демон этот твой демон можешь его описать он выглядит как огромный конь стучит копытами во мраке прибегает смотрит на меня а потом убегает а это точно непростой дикий конь это создание не из нашего мира когда он на меня смотрит меня такой холод охватывает это средоточие зла всматривается в меня черными своими глазищами а я от ужаса шевельнуться не могу по-моему тебе тесенька надо это поближе к людям подальше от эльфских развалин так а что за отварчик то там пила что мурчики интересно что вызывает такие сильные видения гриб какой-нибудь крестник поднивка плясовая почти севушка обыкновенная вижу ты в травах понимаешь севушка мне казалось она вымерла я вырастила несколько штук из засушенных грибниц надеялась что отвар севушки позволит мне увидеть этот кошмар я не ошиблась а зачем тебе повидеть севушка вызывает серьезные побочные эффекты но она действительно позволяет увидеть сокрытое да с ней я вижу его все лучше чем чувствовать что он где-то рядом но не знать где брось галлюциноген и проблема решится сама собой мы поговорим о моей оплате знаете что я не буду с ней говорить об оплате я просто попробую тебя поводить ладно раз уж ты так уверена это мне ее жалко попробую что-нибудь сделать осмотрю здесь пожалуй о чем говорят лошади говорит нам задание давайте-ка мы его возьмем она не взялась у нас по-прежнему чертежи но давайте-ка попробуем отправиться на уфера очищения вот что нам надо здесь для начала давайте посмотрим о чем говорят лошади какого на уровне у нас это то что выполнено 44 так что в принципе она может наверное подождать давайте-ка глянем в принципе как говорится прямо вот здесь прямо здесь оно и есть страшные дела боже мой это еще страшнее это это была плотва изнутри и и нас три ее зовут да травку собирает от бессонницы уже сознание теряем слушай или пойти закончить лебеду я прям вот не знаю 44 еще нормально давай-ка мы кстати что у нас провалено все хочу посмотреть так нет это все белый сад это было давно и очень давно проклятие карна еще у нас что то что это за проклятие а это мы прочитали дневник и и и и и и так ладно мантикора пробел карта туда вообще приехали и в принципе это за углом поэтому я предлагаю сделать следующее друзья предлагаю быстренько сейчас закончить с мульти коры а самим я надеюсь что при этом тут магия где-то рядом но источника не вижу ты был совсем близко от него он смотрел на тебя а потом искакал в лес слушайте не отпускает это задание ладно ну ночью тоже не хочется сейчас бегать искать давай все таки до мантикора плотва она там в кустах путается потому что здесь мне кажется это надолго это эльские руины это туда наверное надо будет лезть и так далее а все-таки хотелось бы действительно закончить и за мной скачешь ты лапочка герой перекрати терроризировать лошадь шевелись плотва кто там у нас меня удивляет какие у них мостики везде то есть такая как бы вроде разруха разруха на мостике у них всегда но так озеро очищения это должно быть озеро хорошее место отличное место смотри там он даже люди какие то есть думаешь я ничего не вижу сговорили же делить все на три части поровну и сам не знаю господа так нет почему половину людей которых я встречаю на пути тут же решают напасть на вооруженного ведьмака может не с лицом что знаю герой наверное у тебя что-то не то с лицом ну зато смотри какие тут у нас богатство они защищали свое золото поэтому в принципе их можно понять было темно они не разглядели так давай-ка мы это сдуем ардом где арт у нас латва извини я же не не на тебя я мимо тебе попало да геральт ну почему ты в ту сторону господи как честно говоря управление ну почему то да то вот же вот же ты стоишь вот стоишь бей прямо не платы еще не получается ну ты у нас лошадь привычная поэтому так что у нас тут святое озеро да понятно все ясно святое озеро нам туда нырять святое мало на его берегах разбойники грабеж сундуки золото бриллианта гера ты можешь повернуться то что такое то почему-то когда под водой все работает в зеркальном нажимаешь повернуться на правом поворачивает налево уже сколько тут всего еще что то есть так это очевидно то что нам надо сейчас соберем то что не надо сплывай то есть народ сюда бросает все от чего он хотел бы отречься если это паль правильно понимаю там была красненькая штука еще что то есть если трава там еще что-то было 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 да это то что нам надо вот перстень молитва почитателя лебеды а ну-ка давай всплывать или так почитаем спасибо тебе о великий лебеда за твою помощь за милость твою за твою доброту благодаря тебе проделал я путь покаяния и так искупил свои грехи до вас сияет над тобой вечная слава благодарю первых давай 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 наверху да точно точно сейчас мы все заберем конечно вообще-то по большому счету этого вообще делать нельзя геральт то что люди выбросили избавившись от своих грехов собирать не в коем случае нельзя быстро хоть от золото даже записки сколько мне сказали что когда я приду пройду путем покаяния лебеда даст мне силы и укажет дорогу дабы я дабы мог я начать новую жизнь не лгали я раздал все что имел искупил все свои грехи помощь омуществовал тем перед кем провинился и что же ничего я чувствую только пустоту у меня ничего нет да разразит гром любеду с его их его приспешник а не понял саму суть глупый пингвин да герочка пытались понимаем поэтому и не раздаем ничего ну что мы так все знаем нечего тут раздавать у прям целости доски так ну ладно хорош пошли брать эту что там такое так последнее письмо мартина и чертеж и давай всплывать а мартина мы почитаем вот и конец моего пути я мартин что ребенком был отдан ведьмак ком из школы мантикоры и подвергнут мутациям и убийственным испытанием нынче перестал быть ведьмаком я завершил паломничество во время которого сумел избавиться от всего что связывало меня с прошлой жизнью достичь скрытой часовни в пещере испытаний и остаться в живых сегодня я рождаюсь заново здесь в озере очищения оставлю я последние предметы что свидетельствует о моей связи с прежним ведьмачьим воплощением вместе с ними оставлю и свои заботы раны и обязательства все что прошло а также имея свое ибо отныне буду я зваться сабл теперь я новый человек и также имя свою а теперь я новый человек благодаря тебе о великий лебеда чувствую что мое новое я зовет меня дальше к новым землям и местам где все еще от меня что все еще от меня сокрыты добрые люди что помогали мне на пути искупления всегда повторяли что следует прислушиваться к внутреннему голосу и следует за ним поскольку голосом внутренним взывает к нам лебеда а посему не стану противиться его воле я отправляюсь на север в темирию в адрин и может даже за драконьи горы а там буду провозглашать я хвалу лебеде и вершись добро как повелевал пророк нам бы не опору средний пристанище мир т.н. вот все да залезть на это мы не можем какая тут рыба ну что же давайте еще немножко походим посмотрим что тут есть по-моему нет по-моему тут только уже травка светится как знать народ по всему все озеро закидал своими тасками вроде это все только трава так ну чтож вот и все мы собрали с вами честные же доспеха мантикоры и наверное на этом островочке геральт с вами попрощается а в следующем в следующей серии пойдем посмотрим о чем там говорят нам лошади и главное что за отварчики пьет это странная женщина это у нас тут недалеко эльфские руины мне кажется будет интересно поэтому что же еще раз огромное спасибо всем кто это серия посмотрел всего вам хорошего увидимся в следующий и пока пока пока